Одинокая, напуганная собака Это наша сверху Наш Понимаете, это наша сверху Посмотри, сколько их много Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Я восемь насчитала Пойдемте, пожалуйста, здесь такой жуткий запах стоит Устарелый запах мочи Просто выедает глаза Животные несколько дней сидят без воды, без еды Клетки не убирали, сколько и сколько времени Вообще категорически С эти восемь миллионов куда не идут, я кипала Сами поймите, куда не могут ходить Во-первых, вольер Должны быть опилки Они не должны ходить, извините, грубо говоря, по своим экскрементам Мы видим экскременты, какие у нас Жидкие Чем курить, неизвестно Следовательно, кур, я не знаю, чем они курят Вот это трубчатая куриная кость Она смертельно опасна для собак Если собака разгрызает стенки вот этой вот кости То эта кость может впиться в пищевод, в желудок И стать причиной летального исхода Соответственно, кормить такими костями строго противопоказываю Но именно этим кормят в муниципальном белгородском пансионате Тех собак, которые туда либо подкинуты, либо поступают после отлова Тех собак! Продолжение следует... Продолжение следует... Есть от этого какой-то плюс моральный, когда ты кому-то помог, тебе всегда лучше. Вот, например, я живу в многоквартирном доме, там 12 подъездов. Когда я только туда переехала, там была просто клака из больных животных. Я первое, что я встретила, это просто собаку с перебитыми задними лапами, которая волочилась на передних лапах к моему подъезду и просила там поесть и так далее. Была гора кошек, больных котят с подкожным клещом, с лишаем. Продолжение следует... И агитировать людей за стерилизацию, то тогда будет так вот, как в моем дворе. Не будет бездомных животных, ну их будет, скажем так, очень-очень мало, и их популяция не будет расти. И еще я узнала от рабочих, что не все собаки стерилизуют. Это самое главное условие при поступлении в пансионат. Собака должна в течение 10 дней находиться на карантине, потом стерилизована, вакцинирована. А у вас все собаки прошли стерилизацию? Нет, конечно. А по какой причине? Потому что у нас не хватает ремеси на стерилизацию. Продолжение следует... Федеральные законы и так все новые реализуются у нас в стране. Они за счет общественности реализуются? Или все-таки это только за защитному закону так не повезло? Я говорю, люди, когда обращаются за помощью к волонтеру, они вообще не включают водику. Просят забрать с улицы всех, кто им приглянулся, кого им на улице стало жалко, они просят забрать. Это одно дело, если это животное больное, покалеченное, которое на улице не выживет. А часто очень звонят, у нас во дворе ходит такой красивый котик, вам обязательно надо его забрать. А как же кинолог? Кинолог? Передавая. Передавая. Субтитры создавал DimaTorzok